И всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала YouTube. Для вас играет Саша Пуговкин и Дагодридик. И так вот, через боль, через страдания, через лишения, выстрадали мы все-таки, добрались ближе к заветному обелиску, отстроили там кое-какое временное жилище и начинаем потихонечку, потихонечку приближаться к эпохе каменного развития. У нас всего два человека, я и другой еще, Александр, под ником Сашку, так вот, это что было за звук, если никакой воды здесь нету. Вот, сейчас нужно много-много дерева, во-первых, во-вторых, нужно первым делом заколбасить лон того диплозавра, потому что эта свинья может щипать два диплозавра, и это плохо. Два диплозавра плохо. И оба они согрелись, оба они согрелись на меня, и могу я погибнуть сейчас, но будем надеяться, что это все же не случится. Хотя нет, скорее всего, что случится. Но, благо дела, я недалеко от жилища, а, сломал он мне ногу, теперь остается только драться насмерть. Все, он меня убивает, 72 диплозавр. Я что-то не вижу, я свой остывающий труп. Где-то он ведь должен быть здесь. Мой остывающий трупик диплозавров, которые меня убили, и вижу. А вот мой труп, хоть убейте. Что-то я не понимаю. Я действительно не понимаю, где мой труп. На этом сервере что, после смерти трупы не остаются? Нет, остаются, Саня. Саня подбирал свои вещи. Но я не вижу свой труп. Убили меня где-то здесь, это 100%. Вот, все, нашел. Трупа, может быть, и нету. Но это там, по-моему, мясо, потому что съели это, но вещи все на месте. Вещи, вещички я свои забираю. Сейчас надо... Сразу одеться. Голова. Торс. Ноги. Ступни. На перчатки я еще не накопил. Так, нужно дерево. Нужно много-много дерева. Потому что эра каменных технологий начнется еще не скоро. напомню я, что переехали мы с официального сервера на сервер неофициальный, в связи с тем, что на официальном сервере, даже несмотря на то, что пинг был самый маленький, то есть в районе 70-80, так или иначе там при... на одну секунду или на две секунды лак, и потом... И ты оказываешься на 5-6 метров. Ну, там, не знаю, как по расстоянию, но, в общем, ты оказываешься по расстоянию с тылу. Не подбыл расстояние. Точно так же, соответственно, невозможно было нормально целиться, это невозможно было нормально убивать животных, потому что именно вот этот эффект рогатки, когда... Чего у меня не бежит? А, перегруз. Все, понял. Никакой охоты, значит. Раз перегруз, ухожу на базу. Но опыт все-таки с прошлого сервера все равно есть. Все равно он остался, особенно по местности, то есть мы уже знаем, где что. Мы недаром пришли сюда, к синему обелиску. Просто так мы пришли сюда. Вот. Ну и здесь мы потусуемся, ну, может быть, буквально вот сегодня. А то, может быть, сейчас, спустя какое-то время уже рванем на север. На север. Здесь оставим аванпост, потому что начальные... Начальные ресурсы металла мы берем всегда вот... Ну, как всегда, это второй наш всего сервер. Мы берем вот у синего обелиска. Разгон. Разгон, так сказать. Металлический разгон берем у синего обелиска. Но потом нужно уходить на север. Там металла гораздо больше, во всяком случае, в одном месте. Есть пещера, там же летают птицы. На сороковом левеле уже можно крафтить седло на птиц, которые, причем, элементарно крафтятся. Я больше всего... На птеродактиле сложнее скрафтить, чем на птицу. Сложнее в таком плане, что на птеродактиле нужно 80 хитина, хитин-кератин, а он, блин, осы... Ну, ос нужно ходить искать специально, и это опасно. А для крафта седла на птицу нужно 10 металла, ну, это безопасно. 10 кусков металла, это, блин, 20 минут работы реального времени. Накопать 20 кусков и переплавить их. Если знаешь, где копать металл, то это еще больше упрощается задача. Поэтому вот, пока что потихонечку мы... Не понял юмора. Потерялось я, а вот... Вижу, вижу. Александра приходится потихонечку учить, прививать ему взрослую игру без лишних слов, без лишней какой-то болтовни и тому подобное. без лишних движений. Ну, вроде как, нормально ходить. Ну, адекватный человек, то есть, уже меньше он начинает ерунды спрашивать и меньше ерунды творить. Так, бог даст, он молодой, у него потенциал может быть, покруче мы его, может быть, и у руля я его поставлю, он будет принимать решение, если я пойму, что стратегически он более дальновидный, чем я. но пока что нет, не более. Нет, ну нормально, он уже, вот, здесь будет опорный пункт, потом это самое, то есть, он, он не пошел ловить себе динозавра. Это твушок не злазит. Ну тут опять же, ребят, ищу клан, не хочу очки на изучение до дома строить. Ну, не буду, я все-таки останусь верным своему принципу, что не хватать кого-нибудь по пути, чтобы потом не было. Уже на прошлом сервере меня жизнь уже наказала. Так, 86, тхач, файвер, крышу, крышу, крышу. О, две штучки. Замечательно. Ну что же, одни погоды, таким образом, укрытие у нас уже есть. Почти, можно сказать, есть. Так, не промахнуться. У меня беды с крышами, я их очень плохо ставлю всегда. неровно промахиваются, то бишь, так вот, вроде не промахнулся. И, 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 и вот так вот. Тоже вроде не промахнулся. Ну вот, таким образом, такой вот барак. Все, Сань, барак вот такой вот готов. Окей. Теперь, теперь, в принципе, тхач можно уже не собирать. А, нет, в принципе, не тхач, не тхач, а этот файбер, фибер, как он там правильно. Угу. Сейчас следующую я чуть-чуть вниз спущусь, там, где начинается железо, камни с этим железом, я там поставлю сейчас. А, стоп, я же еще не изучил. А на каком уровне уже плавильно-то? На 20-м вроде. А на 20-м. Ууу, так это нам долго сидеть здесь, в носу ковыряться, да? А на 20-м вроде, в принципе, в принципе нет. Ну ладно, пока, пока обмундирование сделаем, пока туда-сюда. Потому что я не знаю, деревянные динозавровские ворота, есть ли смысл заморачиваться ставить, есть ли смысл заморачиваться сейчас, динозавров ловить, не знаю, я лично не уверен. В принципе можно, конечно, вот допустим, здесь шипы поставить. Сейчас так, я гляну. Чего-чего? Ну и вот так вот, смотри, впереди переднюю линию, если шипами поставить, здесь грохнуть ворота деревянные, хотя бы, для динозавров, то пару, пару этих сюда можно будет загнать, паразавров. У тебя же есть седло на паразавру? Нет. Просто броню изучил. А такое вот, это самое, бонусное как бы, нет у тебя? Нет. А у меня есть. Седло это скин. Это скин. А, все, 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 понял. Понял, ага. Так, а я не помню, с какого... Я ж ни одного седла не изучал. У меня сейчас вообще 0 очков. Я кожаную броню изучал, то бишь, штаны и... это... броню. Ну, кожаную, это куртку было. На пятнадцатом трайк будет, я помню, а паразавр уже можно изучать, но у меня очков пока что не хватает, умеет. Ну, значит, собираем дальше дерево, тхач и фибер, чтобы, чтобы ставить, чтобы колья поставить, чтобы ворота поставить. Потом левел я апну, выучу седло на паразавров, и можно будет пойти половить. Надо будет много этой кожи. А ты ступку пестик не это? Не изучал? Не изучал. Ну, чтобы наркотик делать, я не видел. Да, да, изучал. Ну, и все прекрасно. Что, давай, что ли, давай, что ли, черепаху казним ради интереса. Какого она левого? Четырятого. Да, каминные. Четырятый один хайд, один керакит, одно мясо. Каминные, этот, ну, четвертого, наверное, левого. Я вот вообще фиг его знаю. Бывает, когда, как они, фиг его знает, как с них, что падает. Да, этих нужно, короче, на паразавра, насколько я помню, 80 кожи нужно. Ну, от хача файберта, он под ногами валяется. Там самое главное, 80 кожи на седло, насколько я помню. Ну, может быть, седло упадет еще с этого, с луча откуда-нибудь. Хотя, на этот раз слой. Хотя, видишь, если бы мы там были, если бы мы там были, с той стороны обелиска, то там, там был луч, прям, под носом бы, пресался. Нет, там лучи падают, кстати. Они тут часто падают, причем, по несколько штук. Там, во-первых, много животных, прям, очень много животных. В принципе, поохотятся. Я знаю, я вчера переходил на старом сервере, я переходил на другую сторону вот обелиска, тоже вот этого именно, каньона каменного. Я, я, я поэтому и вспомнил потом уже, что я здесь был. Мы, у нас было, у нас дом был с другой стороны этого каньона. Вот. Здесь, да, здесь и скорпионы ползают. Я видел скорпионов, трайков очень много, то есть, трайка здесь легко будет поймать. Вот они вон на каждом шагу бегают. Ладно, все, там, с кем-то ворюют. С этими. А зверя, зверя, с диплозавром, зверя здесь не больше, здесь просто меньше людей, соответственно, пищу, пищу сжирают, а не меньше, и поэтому звере все не успевает убивать. Но это, это дам нам даже хорошо, то есть, не такая жесткая конкуренция, как на прошлом сервере. На прошлом сервере, говорю я, сегодня в обед еще и попасть не мог. Нет, 36-й, жестокий. Потом пока что не видел на этом сервере глюков, бывает, когда у кого-то он... Че-то... Да, сцепьян был. Надо пить на бинок. Трубу подзорную, да, нет, пока что не надо. Труба подзорная, знаешь, когда нужно будет? Когда будем... Труба подзорная хорошо с птицей наблюдать, наблюдать за теми, кто на птице, чтобы видно было, кто там летает вдали. И она хорошо, когда это... Вот именно перед тем, как приручать животных, то есть, она вдали показывает, что левел, особь, можно себе подобрать, выглядеть. Погода испортилась. Одна эта, мелкие 72-го, другая 8-го. У меня вот 72-й левел загрыз. Тогда. Вот он тут, бену. Не вижу. Да, вот так вот воюем. Все равно, конечно, проблемы в ближнем бою есть, но это уже больше от оптимизации зависит, чем от пинга. То есть, уже там ПС, видно, проседает, но нету вот именно эффекта рогатки, когда пьешь уже пустое место. Забирай свою трубу. Take from all inventory. Так, и обратно мне шапочку. Обратно мне... Да блин, что такое-то? Обратно мне шапочку, нет, она не одевается. Обратно мне футболочку, штанишки и сапожки. Вон там очередная очередная тварь бежит, эта мелкая. Чегровая прибежала. опа, я ослеп. да, я действительно, я голый. И вот, ребята, вы видели вот этот баг. Это, короче, баг, про который я тебе тогда говорил, Сань. Я одел на себя все шмотки, и в итоге я голый. То есть, шмоток моих нету ни на мне, ни в инвентаре. А они на трупе? Я вообще-то их снял. Вот они, висят на трупе. Или это был... А! Ё-моё, я жду. Видимо, это был не баг, а я и ходил на труп. Значит, это был не баг, это я, значит, тупанул. Ну вот, теперь буду знать, что показывается инвентарь трупа в случае чего. Вот. Все. Все, я понял, с этим разобрались. С этим разобрались. И так, идем валить, ломать деревья, делать шипы и ставить загон для динозавров, после чего пойдем охотиться на паразавров. Но все это, уважаемые подписчики, зрители канала Ютуб, вы увидите уже в следующей серии. Итак, всем спасибо, кто смотрел, смотрит, будет смотреть. Для вас играл Саша Кубов, в Кингре Гудриде, кому как удобнее. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь, конечно же, на канал, будет очень много видео по самым разным играм, в том числе и Ark, Survival Evolved, это единственная игра, в которую я играю последние пять дней, никаких других проектов я пока что не вспоминаю. Прекрасная игра, очень много напрягов, очень много нервов, но и в то же время очень много кайфа от моментов, когда получается, когда ты скачешь на динозавре, или летишь на птичке, а вот с пингом сейчас ситуация более-менее ровная стала, так что жить можно, играть можно, воевать можно. Ну и вступайте в сообщество ВКонтакте, куда стекает вся информация о моей бурной игровой деятельности, а именно стриме, видео, посты, ну а пока что всем пока.